15-й юбилейный Всероссийский Конгресс по артериальной гипертонии прошел в Москве. В течение двух дней кардиологи, неврологи, терапевты и другие специалисты обсуждали вопросы эпидемиологии артериальной гипертонии, особенности лечения этого заболевания в различных группах пациентов, неотложные гипертензивные состояния и другие, связанные с темой Конгресса, проблемы. Артериальная гипертония – это, наверное, самая большая проблема, которая существует в кардиологии. Мы уже научились бороться с ишемической болезнью сердца посредством чрезкожных вмешательств. Мы уже знаем, как бороться с нарушением ритма сердца. Не до конца, правда, но тем не менее знаем. Но, к сожалению, мы не до конца понимаем, как объяснять нашим пациентам, что артериальная гипертония, что ожирение, что сахарный диабет – это пандемия 21 века и что это действительно те заболевания, которые в итоге приводят либо к нарушению мозгового кровообращения, чудовищное количество случаев, либо к ишемической болезни сердца, а в итоге к инфаркту. На Конгрессе были представлены национальные и международные рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертонии, легочной гипертензии и метаболического синдрома. Российские рекомендации имеют отличия. Я считаю, наша позиция по целевым уровням артериального давления, она более сбалансирована. Мы не разделяем пациентов с артериальной гипертонией на гипертоников с сахарным диабетом, с хронической болезнью почек, при других состояниях. Мы для упрощения дали единые рекомендации по целевым значениям меньше 140 и 90, при хорошей переносимости меньше 130 и 80, но не ниже 120 на 70. Я думаю, что эти цифры смогут запомнить наши терапевты и кардиологи, представители других медицинских специальностей, и это будет способствовать лучшему достижению целевых уровней артериального давления. Наша задача была адаптировать европейские рекомендации для российских врачей, поэтому мы в чем-то их упростили, но идеология осталась такая же. Одним из насущных вопросов терапии артериальной гипертензии является вопрос комплоентности, приверженности пациента назначенному лечению. Комплоентность в настоящее время у пациентов, но я не скажу, что она очень уменьшилась, потому что сейчас появляются новые препараты, много очень фиксированных комбинаций, и, конечно, мы боремся с этим, назначая вот такие фиксированные комбинации, фиксированные препараты. Будем надеяться, что это будет способствовать увеличению комплоентности у наших пациентов. Это вот фиксированные комбинации, они содержат от двух препаратов одновременно, максимально это, ну, в настоящее время это три. Принимается однократно, очень много различных вариантов дозировок этих двух препаратов, поэтому это очень удобно для пациента, для врача, можно постоянно увеличивать дозировки или уменьшать, да, как-то корректировать лечение, при этом оставляя однократный прием препаратов в сутки. Для повышения осведомленности врачей широкого профиля по вопросам смежных с кардиологией специальностей Российское медицинское общество по артериальной гипертонии постоянно проводит образовательные мероприятия и форумы. Так, в течение следующего месяца будут проведены две конференции по кардиопульмонологии и кардиоэндокринологии. Субтитры создавал DimaTorzok